Всем привет! В этом видео речь пойдет про привод открытия окна от компании DryVent. Такой привод предназначен для проветривания помещения путем открытия окна или двери, например. Открывать можем удаленно со смартфона или же, например, сделать какую-нибудь автоматизацию, например, по достижению наличия CO2 в комнате проветрить помещение. То есть CO2 порог достигнут и окошко у нас открылось для проветривания. Очень удобно. Поставляется привод DryVent вот в такой вот картонной коробке. Значит, внутри у нас есть QR-код с руководством по использованию. Также здесь есть привод, который мы видели ранее. В принципе, пока мы на него не будем обращать внимания, посмотрим комплектацию далее. Есть вот такие вот три держателя для провода и заглушка для того, чтобы закрыть саморезы и болты. Ну а вот и сами саморезы, которые надо будет закрывать. Тут еще есть сверла под них, если нужно где-нибудь будет просверлить что-то. И есть еще в комплекте провод питания и блок питания к нему. Провод питания где-то длиной 3 метра. Я его не считал, но он явно больше 2 метров. И вот блок питания 12-ваттный. 12 вольт, 1 ампер. Так, ну и теперь возвращаемся к самому приводу. Значит, он выполнен вот в таком вот белом корпусе. Корпус пластмассовый. И вот такая вот качелька. Качелька, значит, первое плечо ближе к корпусу уже металлическое, второе пластмассовое. И вот это пластмассовое плечо есть в комплекте еще подлиннее палочка. То есть, если у вас не прижимается окно, например, то можно ее нарастить. Есть еще вот такие две кнопки сбоку. Эти кнопки служат для открытия-закрытия окна. Если быстро нужно открыть окно, то можно этими кнопками воспользоваться. Корпус открывается путем открытия вот этой вот крышки нижней. Но вот этой лопаткой, которая у меня сейчас в руках, ей неудобно это делать. Гораздо удобнее это делать комплектной отверткой, вставив ее посередине. Но я открыл все же первый раз корпус лопаткой. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Ну, внутри у нас ожидаемо моторчик с редуктором. Я уже забыл классификацию этих моторов, но он, по-моему, меньше 775-го мотора. Поправьте меня в комментариях, пожалуйста, если я не прав. И редуктор вот металлический, что, собственно, дает надежду на то, что будет хорошее усилие на открытие-закрытие окна. С этой стороны вот этой вот пластмассовой вставкой соединено все с энкодером. Это нужно для того, чтобы понимать, в каком положении сейчас окно. Микроконтроллером здесь выступает ESP32. Еще есть вариант из ESP8266. Но я выбрал ESP32, потому что у нее есть еще Bluetooth встроенный. Ну и вообще она поновее. Также вот две кнопки управления здесь, которые одна, собственно, будет открывать окно, вторая закрывать его. На этой же плате распаян драйвер управления самим этим моторчиком. В общем, все сделано довольно-таки добротно. Я думаю, прослужит долго. Корпус, кстати, отлитый, не напечатанный на 3D-принтере, что тоже, в принципе, говорит о том, что это уже такое серийное производство. Провод питания для модуля, он такой проводной, и его нужно завести в колодку. Есть вот здесь выведенные контакты плюс и минус. Вот здесь находится колодочка. Она отверточкой зажимается, и вот сюда нужно просунуть провода. Есть много отверстий на самом корпусе, куда можно эти провода просунуть. Можно, например, это сделать с задней части. Если вы просверлите где-нибудь в окне отверстие, и когда прикрутите привод к окну, то через эти отверстия можно прокинуть провод и подключить его на эту колодку. Но я сделал немножко по-другому, не стал ничего просверливать в окне. Значит, я просто вот так вот в колодочку подключил этот провод, соблюдая полярность плюс и минус. Собственно, провод красный и черный, я думаю, не перепутайте. И решил провод вытащить вот через эти вот отверстия боковые в корпусе. И потом спустить просто вдоль окна, чтобы провод просто, ну, мотылялся, что ли. Но так как у меня там все будет за шторами, провода особо видно не будет, поэтому мне не критично. Ну и вот так вот это все потом закрывается крышечкой. Ну и вот еще пару слов про провод. Значит, смотрите, так как он у меня будет здесь выпирать, то в корпусе мне надо будет что-то выпиливать. И вот как раз в корпусе есть специальные вот такие выемки, где можно смело кусачками выкусить и провод вытащить без каких-либо проблем. С этим разобрались, давайте теперь подключим устройство и посмотрим, как оно вообще работает. Итак, подключаем блок питания. Питание пошло. Устройство никуда не едет, стоит на месте. И понять, что оно работает, можно лишь вот через щелочку, что вот оно начало мигать. Ну и, естественно, можем поуправлять кнопками, которые есть на корпусе. Одна из кнопок отвечает за закрытие окна, вторая за открытие. Причем, если мы нажали однократно на кнопку, то механизм будет закрываться до крайнего положения. И если нажать на другую кнопку, то, естественно, будет открываться до крайнего положения тоже. Крайние положения открытия и закрытия откалиброваны на самом заводе. Их трогать не нужно. Также, если нажать, например, на кнопку на открытие, устройство начнет открываться, но вам нужно открыть не полностью окно, то можно нажать еще раз на эту же кнопку, и устройство остановится в том месте, где оно находилось. То есть, вот, например, я сейчас нажимаю на кнопку, смотрите, хоп, нажал, и все, у нас остановилось. Это вот второй вариант управления кнопкой. То есть, один раз нажали, привод начал открывать окно, нажали еще раз, привод остановился в том месте, где нужно. Ну и еще один вариант управления с кнопкой, это нажать кнопку и держать. То есть, если мы нажимаем сейчас на кнопку и держим ее, то привод будет, пока мы держим кнопку, открываться или закрываться, смотря на какую кнопку мы нажали. И как только мы кнопку отпускаем, то привод остановится в том месте, где он находился во время отжатия кнопки. С управлением через кнопки вроде бы все понятно, едем дальше. Итак, при первом включении у нас появляется новая точка доступа, называется DriveEnd и конечный MAC адрес его. При подключении он запрашивает пароль. Пароль 12345678. Нажимаем далее и мы по Wi-Fi подключаемся к устройству. После подключения к Wi-Fi DriveEnd нас сразу перенаправляет на свою страничку. И вот мы и подключились к его веб-интерфейсу. Получился IP адрес 192.168.4.1. Первое окно это управление приводом. Здесь слайдером можем выставить в процентах на сколько открыть, например, окно. Проценты эти вычисляются энкодером, поэтому это число довольно-таки точное. Первым делом давайте подключимся к Wi-Fi сети уже существующей. Вот в меню есть настройка Wi-Fi. На нее переходим. Здесь сразу нашлись все сети Wi-Fi, которые у нас имеются. Выбираем ту, к которой нам нужно подключиться. Если ее нет в списке, то можно просто написать SSID ручками и пароль к ней. После чего у нас покажет, что устройство получило адрес. Ну вот у меня в данном случае 192.168.3165. На него переходим и уже в локальной сети нашей работаем с этим устройством. Самыми главными настройками, конечно, являются настройки самого привода. Поэтому переходим в меню настройки. Здесь вот настройки самого привода. Первый параметр это скорость привода. Чем выше скорость привода, тем он мощнее. То есть если у вас, например, на 25% створка не открывается, то можно поставить скорость больше и, следовательно, она, скорее всего, станет открываться. Следующий параметр защита при закрытии. Значит, этот параметр предотвращает защемление пальцев и прочего. Ноль это при малейшем сопротивлении привод будет останавливаться. 100% это привод будет пытаться закрыть окно до конца. Ну а точнее не до конца, а на всю мощность, которую позволяет привод. Следующий параметр это защита при открытии. Предотвращает попытку открытия окна. Тоже выставляется в процентном соотношении. Есть чуть ниже две кнопки, которые... Первое это изменение крайних положений, которую не рекомендуется трогать. И калибровку производить тоже не рекомендуется. Это в крайних случаях, если вам положения не устраивают. Лучше их не трогать. Время автозакрытия. Этот параметр выставляется в минутах. И он, собственно, срабатывает, если, например, вы открыли окно, он через минуту, если одну минуту поставили, закроет это окно. Это нужно для того, что если вдруг у вас автоматизация сломалась, где-то там в Home Assistant, например, чтобы окно само закрылось все равно. Если поставить галочку «Две настройки скорости», то появляется еще одна настройка скорости, а именно для кнопок. То есть скорость привода у нас первая, это просто у нас будет через веб-интерфейс управляться и открываться. А вторая настройка скорости, это будет по кнопкам. Например, она будет быстрее или, наоборот, медленнее. Это можно здесь настраивать. Также на приводе можно настроить расписание. Здесь 8, точнее 10 меток расписания. Можно выбрать, какой день недели, и выбрать открыть или открыть окно, и в какое время. Все это здесь выставляется в этом расписании. Так как в моей версии установлены ESP32, и в ней есть встроенный Bluetooth, то в пункте Bluetooth мы можем здесь подключить Xiaomi BLM датчик температуры. Тот самый знаменитый с экранчиком, который общается с Home Assistant по Bluetooth, и с недавних времен еще и умеет по ZigBee работать. И вот здесь вот он подключается. Мы находим датчик. Он должен быть прошит не на заводскую прошивку. В данном случае он прошит на прошивку ATC. Вот. И таким образом мы производим сопряжение датчика. Датчик должен максимально во время сопряжения рядом находиться с приводом самим. И после того, как мы сделали сопряжение, у нас появляется еще функция термостата на главном экране. На этом главном экране как раз показывается температура, влажность, и по установке температуры мы можем открывать окно на сколько там процентов, например, выставить. То есть будет такой вот термостат, и будет охлаждать комнату, квартиру, помещение по этому датчику. Причем, что интересно, когда датчик подключен к приводу, то он еще здесь показывает уровень открытия и закрытия самого привода. То есть здесь он непосредственно параметры меняет самой прошивки. Сам этот привод, он подключается к датчику и меняет ей прошивку. До этого у меня уровень заряда батареи показывал. Но теперь вот показывает значение конкретно с взаимодействием с приводом. Это интересно. Ну и конечно же этот привод можно подключить в систему умного дома Home Assistant. Делается это через MQTT. Нажимаем меню, MQTT. Здесь нам нужно задать адрес MQTT сервера. В данном случае это адрес у меня Home Assistant. Сюда его вписываем, порт вписываем. Далее вписываем логин и пароль от MQTT сервера. После чего нажимаем кнопочку сохранить. Устройство у нас перезагрузится и уже подключится непосредственно к Home Assistant. Здесь еще поддерживается MQTT Discovery. После перезагрузки, когда подключится к MQTT серверу, появляется новая кнопочка MQTT Discovery. Если мы ее включаем, это значит что? Это значит, что устройство автоматически пробросится и заведется в Home Assistant. То есть не нужно там никакие топики прописывать, где-то их там ловить. Устройство сразу появится. Ну как, допустим, в Zigbee2MTT, когда вы устройство новое добавляете через Zigbee, оно у вас уже появляется в Home Assistant. Точно так же сейчас и появляется непосредственно привод. То есть заходим в настройки интеграции. Здесь переходим на MQTT. И здесь вот можно найти Drive-End устройство. Оно вот добавилось после включения MQTT Discovery. Переходим сюда. Здесь, кстати, даже пробрасывает непосредственно состояние датчика BLE, который подключен. Показывает его уровень заряда батареи, температуру, влажность. Все эти моменты здесь описаны. И так же еще пробрасывается устройство как термостат. То есть вот если в управлении видим, есть термостат. Если мы нажмем на него, то можем здесь выставлять непосредственно температуру, при которой у нас будет открываться окно. Все это, конечно, второстепенно. Так как мы подключились к Home Assistant, нам главное управление самим приводом. И здесь он пробрасывается как устройство шторы. То есть ползунком мы можем выставлять, на сколько процентов у нас поднять, опустить привод. И так же есть вот кнопочки. Открыть, закрыть и стоп. Но все точно так же как в шторах. Только теперь у нас открывается и закрывается непосредственно привод. Вот таким вот образом все это дело и работает. И можно любые проценты выставлять. И в автоматизациях это тоже учитывать и использовать. Ну и переходим к установке непосредственно на окно. Значит, у меня на балконе окна створки очень большие. Я боюсь, что привод не справится с открытием-закрытием такого окна. На них у меня даже не давали гарантию. Они у меня даже сейчас уже сели. Мне приходится с усилием с трением его закрывать данное окно. Но потому что оно не гарантийное, вес слишком большой. И такие петли они просто не выдерживают и окно проседает. Но я это окно делал вторым контуром, чтобы утеплить свой балкон. И я делал еще дополнительные створки, дополнительные небольшие, внизу. Вот такие вот окна. Для того, чтобы между окнами, ну например, если что-то упало, или просто там полы протереть, чтобы убираться. Ну и такие окна у меня часто не используются. Вполне можно привод за место ручки сюда поставить. А для проветривания такая створка вполне себе годится. Значит, вот здесь просто открутить сейчас два болтика. И достать ручку. И на место нее сейчас будем ставить непосредственно привод. В общем, откручиваем старую ручку. Все откручивается довольно-таки просто. И ручка вытаскивается. Здесь нет никаких проблем. С этим справится любой. Прикинул болты, которые у меня стояли. И болты комплектные. И оказалось, что комплектный чуть-чуть меньше. Ну и раз он комплектный, решил не умничать и его использовать. На приводе DryVent отверстия с отверстиями ручки совпадают. Поэтому просто закручиваем все так, как у нас получается. И сам привод у нас позиционируется прямо в том месте, где должен быть. А вот плечо привода нужно уже позиционировать, как вы хотите его поставить. И если оно, допустим, не достает, вот как у меня сейчас, до окна, то нужно либо у него есть небольшое расстояние, где можно его регулировать. Вот так вот непосредственно шестигранником мы закручиваем или откручиваем болтик в нем. И он чуть-чуть ниже или выше подымается. Если же все равно не хватает расстояния, то есть вот это вот плечо, как я уже сказал ранее, чуть-чуть побольше расстояния. И можно использовать его. Сейчас вот на экране видите, как можно, закручивая-откручивая шестигранник, в принципе, небольшую степень свободы изменить, чтобы, например, достать до окна. Или же, если не получится. Но у меня сейчас на экране вот на максимум уже выставлено, и этой длины все равно не хватает. Поэтому я возьму другую штангу. Но другая штанга чуть-чуть побольше. Если ее сейчас сравнить, то вот она как раз подойдет. Чтобы снять штангу, довольно-таки просто она снимается. То есть нужно чуть-чуть на изворот плечико, и оно снимается. И также одевается. Одевается оно немножечко с натягом до щелчка. Но, в принципе, я думаю, ничего не должно поломаться. Вот таким вот образом одеваем ее. И теперь данный привод, я думаю, закрутится без проблем на само окно. Намечаем отверстие карандашом. После этого комплектными саморезами, которые идут, ну, я возял отверточку, можно шуруповертом, накручиваем плечо к основанию окна. После того, как все прикрутили, теперь нужно проверить, как у нас будет окно открываться-закрываться. Нужно ли где-то что-то подтянуть или нет. Надо, чтобы окно было плотно закрыто. Иначе наступит зима, воздух будет сифонить, и мы попросту замерзнем. Итак. Нажимаем на кнопочку открытия и проверяем. Светодиод зеленый загорелся. После этого он попытался открыться, и загорелся красный светодиод. Это сигнализирует о том, что усилия не хватило на открытие окна, и нужно что-то сделать. Ну и начинаем регулировать теперь. Значит, заходим по веб-интерфейсу на привод, в настройки переходим, и здесь нужно увеличить либо скорость привода, для того, чтобы было усиление побольше на открытие-закрытие, или же защиту на закрытие поменьше поставить, или же защиту на открытие. Ну и здесь вот этими параметрами нужно поиграться, отрегулировать. Но самый основной параметр, это, конечно, скорость привода. То есть у меня стоит сейчас 25%, и вот все туго идет. Если бы я поставил сразу 50 или 75%, привод у меня стал бы чуть громче работать, но он бы стал справляться с открытием-закрытием без проблем, и все начало бы открываться. И вот с увеличением тяги привода, несколько раз проверяю, все открывается-закрывается корректно. Теперь можно закрыть крышкой сверху, и уже использовать его по назначению. Ну и так как данный привод в Home Assistant определяется как привод управления шторами, я это устройство пробросил в Яндекс.Умный дом. И теперь могу управлять им голосом. Открой окно. Закрой окно. Можно также ей говорить, на какие проценты закрыть или открыть окно, она будет это делать. В общем, все работает корректно. Если у вас нету Home Assistant, то в Яндекс напрямую прокидывается данный привод, но через Switch, через аккаунт Switch. Там есть инструкция у них на сайте, но это можно сделать. Так, ну что ж, на этом видео подходит к концу. Я сразу сделал себе автоматизацию, чтобы у меня открывалось окно для проветривания по уровню датчика CO2. Теперь не буду обращать внимания, когда мне нужно что-либо проветрить. Я давно хотел себе такой привод. Дело в том, что у меня закрытая система, у меня однокомнатная квартира, и балкон сразу идет на кухню и на комнату. И какой-нибудь там бризер или рекуператор поставить нет возможности, потому что еще все у меня в панорамных окнах, в стеклах. А вот такой вот привод окна мне как раз в тему подошел. И с производителей приводов окна очень мало на самом деле. Есть на Алиэкспрессе какой-то один, но он просто переделанный из датчика открытия, точнее из привода открытия-закрытия крана обычного. И я не знаю, насколько он хорош. Этот привод сделан специально для окна. Есть и в комплекте все сверлышки, все болтики специально для крепления на окно и так далее. То есть здесь прям ребята специально создавали устройство для того, чтобы открывать окно. И устройство у них, конечно, получилось, надо сказать, хорошее. В общем, тем ребятам, которые тоже не могут, как я, установить призер или рекуператор, а понимают, что тема проветривания помещения очень важна, то рекомендую как раз-таки обратить внимание вот на такой вот привод. Открыть окна ставится легко, и после этого, в принципе, будет у вас всегда проветриваться помещение. Все ссылочки, как всегда, я оставлю в описании. Переходите, ознакомливайтесь. Также порекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку тоже оставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok